Высушиваешь и тут просто... Когда молодой был, уже пару раз тянуло и красился, мне батя как увидел и говорит, ты что вообще, что с тобой? Говорит, сейчас спалю, говорю, я все. Был в Польше команда, которая борется. Люди доигрывают до 35-37. Да. 30 уже и все. Уже мотор подсаживается. Где ты идешь, а тут с веником за тобой. Слышно, я только Квартианый... Да ты с*** от тебя! Ты здоровечен, на***! Был этот папа, который... По-похуе, короче, темненький этот. Банда была сумасшедшая там у Квартианова. И этот, и Бабич на бронке с этим папой. Только это нельзя показать. Здорово, здорово! Как дела, дядя? Нормально. На, тебе подарок. Рассветка ивентуса вообще. Не хватает только надписей «Джип», да? Или чего у них сейчас там? Ну, я не знаю, «Джип», да. Рассветка ивентуса. Но выступили как у Дина за какой-то. Расскажи мне, ты уже в Олимпике, короче, да? Да, обосновался в Киеве. Решил быть поближе к семье. А дом, знаешь, самый большой плюс, наверное, сыграл в Киеве. Особо никуда не надо ехать. Домой приезжать, чувствую, что дома. Ну, а что ты скажешь после Польши? Как тебе? Ну, честно, было сколько? Ну, грубо говоря, три месяца. Первые две недели вообще просто… Там? Ну, да. Ну, город еще, чтоб ты понимал, 80 тысяч. Ты доволен в Олимпии? Честно, да. Знаешь, самое главное, что коллектив. Как бы нет такого, знаешь, что отдельно там футболисты, отдельно тренера, отдельно там медперсонал. Все как бы вместе, знаешь, ну, то есть… Каких-то таких разногласий или что-то там… Недопониманий вообще нету, знаешь. Ты выходил из Карпат, да? Там с скандалом каким-нибудь, что произошло, да? Ну, такой, ну, так, можно сказать, не скандал, а может, это какое-то недопонимание, знаешь, последнее, вот, когда начали этот испанский вектор пребывать. Сайты на испанском уже, там, знаешь… На украинском и на испанском, типа, сайт Карпат. То есть без английского, типа? Ну, типа, да. Испанский у них важнее, знаешь. Травма была, знаешь, типа, микронадрыв был. Считай, вот пришли испанцы, я первый тур сыграл. Готовился уже ко второй игре, по-моему, с Полтавой. Должны были играть на тренировке в микронадрыв зале, знаешь, щелкнул, вот, если вообще надуло синяк, там, короче, пошел через средний, знаешь, ну, и начал восстанавливаться. Они, там, как ты, что? Сначала там все нормально было, спрашивали. Говорят, ну, давай, типа, мы ждем тебя. Я говорю, ну, блин, я не чувствую себя, там, там, даже на 80, на 70 процентов смысла. Говорят, ну, давай, постарайся, чтоб быстрее. Ну, прошло 21 день. Выхожу уже, так, ну, бегу нормально, там, усилия 70-20 процентов нормально. Беру мяч, начинаю там резко без места. Опять. Пам. Щелка. Я, в панике, знаешь, еду делать. Они говорят, еще чуть больше стол. Опять на месяц. Ну, и потом тот месяц пошло уже, там, особо там. Метод, метод. И убрали потом испанцы. Поставили другого тренера. Вроде все нормально уже. Выздоровел. Вышел, там, сыграл шесть игр, знаешь. Вот после травмы три дня. Три дня только тренируюсь. Они сразу вставят, там, в состав, знаешь, что, ну, тут. Я 70 минут, короче, мне уже кислородную маску надо. Прошу замену, типа, по-моему, вообще не вывожу. Еще жарко было. Меняют. Потом там подходят, говорят, ну, блин, ты должен, типа, терпеть. Я, да, с радостью, говорю, блин, я наносил, как вынесли. Я говорю, я три дня только тренируюсь. Ну, и потом пошло там раз. Там одна игра, вторая, третья, четвертая, что-то. Недовольны были. Раз в дубле, правильно, ничего не объяснили. Просто иди тренируйся с дублем. Что, почему? Ну, грубо говоря, так два месяца тренировался с дублем. Никто ничего даже так толком не объяснял. Сказали, что, типа, снизил требования или что. Я говорю, я после травмы, естественно, говорю, ну, как, любой другой футболист мне надо что-то набрать. Потерял мотивацию? Ну, что-то, да, начали. Там этот, я говорю, второй. А у меня как раз заканчивался контракт зимой, знаешь. Я говорю, ну, если вы прямо можете сказать, я говорю, не рассчитываюсь, не хотите подписать, просто мне скажите это в лицо, и все. Ну, я это нормально привну. Я взрослый человек, мне 15 лет. Так никто ничего не объяснил. Я говорю, я все, я дотренируюсь, доработаю этот контракт до конца. Забрал, прошел документы и все, никто не попрощался, знаешь, что-то. Как обычно, как у всех, я думаю. Да, хотя бы мы обещали, это мы на тебя рассчитываем, знаешь, это уже прошлое, знаешь. Даже про это уже особо не жалею, знаешь. Ну, а металлист? Не, ну, металлист как-то, ну, это было вообще, типа, когда там сказали, вот тебе там хочется металлист, что нравится. Давайте мне сумки, я говорю, я пешочком, мы рисуем путем сразу же. А не, ну, там еще надо договориться, это все. Это ты откуда уходил? Скорпат. 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 Это, честно, брат, это машина. Да. Просто профессионал, знаешь, на поле, это вообще, блин, чудак, ну, как тебе сказать. Ну, блин, ну, он там лидер, да. Ну, он такой, знаешь, капитан сделал, он такой, именно на него смотришь и понимаешь, что, типа, что себе надо туда бежать или там подрать или что. Выходишь на поле, я же говорю, там, мы так закрытыми глазами, куда не дашь, везде попадешь по-любому в своего, понял? Мне там начинают впереди бегать, тот там открылся, тот вперед, тот назад. Я же говорю, ты так просто даешь, по-любому попадешь в своего. Легионеры были там, да. Кто самый был, скажем, оторви голова у вас? В плане футбола. Где они? Нет, они все по-своему, знаешь, такие, ну… Раскрепощенные, да, такие? Ну, они, то есть они куражились. Тот же Марлос когда был, знаешь, там, Руба Аэр, там, мог выйти на десять минут, знаешь, забить два и уйти. И сделать тех. Мог вначале выйти, да, он может что-то не пойдет. Ему там в раздевалке, знаешь, те же там свои бразильцы, там, знаешь, ему скажут, давай-давай, он вышел там, два забил опять, знаешь. Вот, ну, типа, вот был, ну, впереди, к нему, грубо говоря, там все были очень сильные, аргентинцы-бразильцы. Сосо, Хавьер, Марлос, тот же Бланка, да, там, может он не так часто играл, ну, типа, он тоже сильный. Ну, впереди ты играл Дэвич, либо Кристалли, ну, вперед был сумасшедший. Я просто еще не застал, когда был Тайсен. Что скажешь про Маркевича? Ну, напоминающийся персонаж. Да, ну, знаешь, он, ну, то, что, да, все там, говоришь, он спокойный, там, это, ну, знаешь, как бы, с таким подбором футболистов, да, который у него был, он мог чисто вот, ну, там, там особо, знаешь, тренировать, ну, что там, знаешь. А вот именно вот это вот, что он морально-психологически, знаешь, он настраивает, ну, ты там, знаешь, хоть он это все, знаешь, спокойно, там, он это говорит, там, этот, но оно как-то, знаешь, типа, как-то подбирать такие слова, знаешь, что, ну, то есть ты понимаешь, что, блин, надо выходить, короче, и тупо рвать, знаешь, и все. Вот он этим вот брал, а я же говорю, а так, ну, тренировать, знаешь, там, ну, такие футболисты, подборки футболистов, знаешь, то есть, я думаю, что там особо, так, их, их, их чему-то научить, ну, надо. Да, я помню, металлист лучше всего выбегал из обороны в атаку, вот это контратак, я не просто, просто такой подбор. Да, да, типа, все, я же говорю, туда дают, так и все. Просто я успевал назад прибежать, блин, они вылетали просто, да, было такое. Короче, давай чуть-чуть прижал, сейчас, давай, сейчас будем. А то выйду, выйду так с полосками. С Кварцаном не доводилось тебе работать? Нет, с Кварцаном не доводилось. В 14 лет поехали мы, не знаю, знаешь, ты не знаешь, Бабич Дима, может, слышал где-то, тоже он в локомотиве был, где США у нас был. Короче, поехали мы с ним на сборы, это было Евпатория или что-то, ну, короче, когда, зимой. Да, там есть какая-то база для параолимпийцев каких-то, что-то такое. Мы туда, короче, сколько мне, 13 или 14 лет бронежилеты одели. Это короночка. Бронежилеты, там сколько, 10 или 15 килограмм. Короче, мы только приехали, день потренировались, тренировка в 7 утра, зарядка, но зарядка не такая уж, ты вышел. Ну, понятно, да. Чик-чик, потянулись, ха-ха-хи-хи. Короче, тренировка, можно сказать, не зарядка. Не, там чистая беговая. Ну, полноценная тренировка, просто называется зарядка, да? В 7 утра просто. Потом ты идешь кушать, потом, я не помню, сколько проходит, часа два после еды. Тренировка. Тренировка. Потом ты кушаешь. Короче, прикол, в общем, даже вещи не успевали высыхать, понял? Их сушить негде было там и так далее. Ну, короче, вторая, потом кушали, что-то поспали пару часов и третья. Короче, мы день тренируемся, второй день тренируемся, третий день тренируемся. И вот этот Диман Бабе, знаешь, его поставили правым защитом, по-моему, или правым хавом. Ну, был этот Папа, Папа, который… Папагуе, по-моему, или нет? Короче, темненький этот. Да, да, да. Да, он уже тогда начал. Но тогда банда была… Сейчас скажу… Девич тоже тогда был или нет? Нет, тогда Девича не было еще. Был вот эти все сербы, какие… Да. Ну, я помню, когда он вез, типа, по два метра их, да, вот этих всех? Да, это Джудович… Забыл их фамилию, короче, не важно. Банда была сумасшедшая там у Куртянова и так далее. И этот, и Бабич на бровке с этим Папой, понял? А он кричит… В атаку! И он такой вот своей… Фух, в атаку! Этот забирает мяч, бежит в атаку, этот бежит за ним назад, отбирает мяч, опять атака, он бежит вперед. И когда бежит вперед, такой чик-чик… И за бровку такой пик и падает, знаешь… Потерялся. Этот подходит к нему, Куртянов, знаешь… Малыш, шо с тобой? Шо таке? Замарился чи шо? Ну и Дэвид починит, да? А я думаю… Короче, ну, два дня чувак в себя приходил. То есть, ну, после таких тренировок, знаешь, и вот это… Я говорю… Я не знаю… Я не знаю, как я там, но не слег, но… Ну, это был проект, честно сказать. Ну, я думаю, после таких тренировок, на играх есть кто-то произносит. Вот, когда на сборах, то реально ты… Ты знаешь, с такими тренировками можно их делать. Но это должна быть такая фармакология, которая будет поддерживать тебя, восстанавливать массажи, там, ванны и так далее и так далее. Тогда – да. А когда ты все на каких-то внутренних своих ресурсах… Ну, это, на Витамин ЕЦ, на Супрадинчике далеко не выйдешь. Сто процентов, реально. Тупо Супрадин, да? Ну, или Рибоксин, по-нах, сердечко, чтобы не стало. Да, да, да. И Милдранат еще давали иногда. Ну, его же запретили, по-моему. Сейчас, да, сейчас у меня нельзя. Так, да. Так, Витамин ЕЦ решал, все, согласен. Он говорит, под язычок желательно не запивать. Если болит нога, можно в ногу втирать. Да. Был в Польше. Там, типа, ну, грубо говоря, ну, честно, команда… Ну, да, она боролась за выживание, то есть у нее там особо какой-то там инфраструктуры нет. Но, блин, восстановительные, типа, эти мероприятия. Мы ездили там в институт, типа, физкультуры. Там все. Криво-сауна, обычная сауна. Да. Ванна со льдом. Холодные, горячие ванны, короче. Души эти всякие, знаешь, ну, все, куча всего, знаешь. И ты понимаешь, ну, блин, эта команда, которая борется, типа, за выживание, но у нее есть такая цепа, этот… Ты можешь поехать и восстановиться нормально. Ну, это вот люди доигрывают до тридцати пяти, тридцати семи. Да. Так там реально… Тридцать уже и все. Уже мотор подсаживается. Где-то идешь, а тут с веником за тобой. Песок свой заберем. Потому что вон, карбюратор высыпался. Где-то глушительный пал. Связочки скрипят уже, да. Надо смазывать. Ну да, там вот… Такое, что ты криво-сауна, минус 130 градусов. Я первый раз зашел, как раз ты на минус 130 попал. Слушай, а что за… Я ни разу не был. В чем, в чем… Ну, оно, типа, ну, поддерживает, как бы, ранит. Может быть, знаешь, как говорят, типа, сохраняешься больше. Ну реально… Подмораживает? Ну, оно домораживает. Ну, там жесть. Маски ты заходишь, надеваешь там шапку на себя, перчатки. То есть, полностью должен зайти сухой. Потому что, ну, я заходил… Ну реально и не на ресницах был. Знаешь, там нет 3 минуты. Там ты не стоишь, а ходишь, так, по кругу. Ты знаешь, почему, вот, за границей, допустим, и так далее, все общаются как мам? Потому что это в договоре. Ну да. Плюс команда зарабатывает на этом деньги. Контракт на телевизионах, да? Угу. И у них, как бы, обязанность. Поэтому всегда дают интервью и комментируют вот эти флеш-интервью, знаешь, после матча, вот когда перерывы. Да, вот как в Польше, знаешь, для меня тоже, типа, там раз чудак шел, где-то сделал рывок на 200 метров, вот к нему она подходит, да. Так не помню, какая-то игра была. Только свистнули, знаешь, и сюда придет такой, он реально задохнулся. Она ему что-то спрашивает. Ну, знаешь, что хочешь трюшки на коленке положить и нагнуться. Понимает, что убегаешь. У нас все это так вот еле дышит уже. Два слова сказала, она типа поняла, говорит, ну все, давай иди отдыхай, поел в раздевалке. Ну, ты знаешь, и там тоже, там перед игрой, в перерыве, после игры, ты знаешь, там, масс-медиа там работают, знаешь, интересно. Они развиваются в этом плане. Да, они, знаешь, и вот, знаешь, очень заметил, когда смотришь трансляцию, там, польского чемпионата, знаешь, какой-то игры, и ты потом переключаешь трансляцию чемпионата Украины, и, типа, знаешь, у них там с любой точки, знаешь, пучок камер, трансляция, картинка, знаешь, ну вот, видно, что, иначе, как Европа. У нас, когда бывает, переключаешь, там смотришь какую-то игру, где-то что-то шипит. Все медленно, так, чтобы все снизить, значит, этим тоже отмечаются, не говорю уже, понятназад, забитые стадионы. Когда отмечаешь Волыню, там, трибун вообще не слышно, и только Кварцян и… Да ты, сука, ты, ля. Да, да, вот и по такому, да? На все Ивановском. Там тоже, когда, ну, то есть… Куда ты сейчас домой поедешь? Да, все, ты не в команде, вот это вот. Ты здоровейщик, да? Сразу во время игры. Ну, ты знаешь, там тоже есть слышно, знаешь, откуда-то приходят по 20 тысяч. В Украине, когда она до этой всей ситуации, да, наверное, последний раз приходило там по 20 тысяч на игры, и то там с участием «Динамо» и «Шахтера», да, ну, «Металлиста» и «Днепра». Но там, грубо говоря, на каждую игру минимум, там, ну, бывает, там, да, ну, то есть, 5 – это минимум, можно сказать. Для нас сейчас 5 – это большая ростка. Ты понимаешь, мы шахтер. Да. Золотой матч. Смотри, у тебя не вот так. Да. Угу. Угу. Порядок. Шикарно. Ну, что, спасибо. Спасибо, что пришел. Рад был тебя видеть. Тебе спасибо, брат. Давай, на тебе. Это от нас, от нашего спонсора подарок тебе. Мойся, пахни и… Цвети и пахни. Зарастайте, приходите. Да. Или не зарастайте, тоже приходите. Вообще, приходите хоть каждый день. Хорошо, обязательно. Спасибо. Спасибо.